Сегодня готовим рыбный пирог. Не просто рыбный пирог, вкусный рыбный пирог и еще очень красивый, который украсит любой праздничный стол. Готовить его достаточно быстро. Для теста нам понадобится 12 грамм дрожжей, пол чайной ложки соли, столовая ложка сахара, одно яйцо, столовая ложка домашней сметаны, 250 грамм муки и 100 миллилитров жидкости. Готовлю я безопарным способом. Растираю дрожжи с сахаром, заливаю теплым молоком, добавляю немного муки и дальше по очереди вмешиваю мои ингредиенты, чередуя их с мукой по одному. Сначала яйцо, слегка перемешиваю, добавляю муку, потом сметану, ну, в общем, вмешиваю все мои ингредиенты. Муку я вмешиваю не всю, часть остается на подпыл для вымешивания теста. Ее не нужно стараться вмесить всю, наоборот, чем меньше пойдет, тем лучше, но это угадать трудно, потому что мука у всех разная. Когда тесто становится тяжело мешать ложкой, оставшуюся муку я пересыпаю на стол, не всю сразу, стараюсь частями, чтобы не забивать тесто и начинаю его вымешивать. Вымешиваю я минут 10 до состояния, как я его называю, лизуна, когда оно вот тянется об стол, но легко отходит. И дальше растительным маслом я смазываю мой шарик, посуду и отправляю на расстойку, накрыв полотенцем в теплое место. Я обычно отправляю в духовку, которую включаю на 40 градусов. Тем временем готовим начинку. Я использую копченую рыбу, можно использовать соленую красную рыбу, картофель, зелень и луковицу. Я беру для начинки 250 грамм картофеля, это очищенного уже, крошу его произвольной формы для жарки, нарезаю зелень и обжариваю. Картофель лучше обжаривать в один слой, чтобы он покрылся корочкой, но не развалился, хотя это не имеет особого значения, главное, чтобы он хорошо прожарился. И добавляю лук. В пироге не будет видно эти кусочки, поэтому не принципиально. Можно даже использовать картофельное пюре, но жареный мне нравится больше. Беру мой лист, отмеряю лист пергамента нужного размера и формовать пирог мы будем уже прямо на нем. Я припыливаю мукой, достаю мое тесто. Оно провело у меня 45 минут в тепле и отлично подошло. Прямо в руках, не на столе, а прямо в руках, я его минут 5 вымешиваю, ну буквально обминаю. И приступаю к раскатыванию. Раскатать его нужно овальной формы. Если он немножко вылезет за края с боков, это не страшно. Мы будем делать плетенку, можно чуть шире листа. Я разрезаю, делю визуально на три части мое тесто и разрезаю вот такие вот полосочки с двух сторон, а в серединку накладываю начинку слоями. Сначала картофель, потом рыба, сверху зелень и начинаю собирать. Сначала формую морду рыбы, вот так. И дальше собираю плетенку в шахматном порядке, без особых заморочек. Можно натягивать кончики до конца, но я не хочу. У меня будет подниматься хорошо тесто в этом толстом месте. Мне так больше нравится. Хвостик обычно получается слегка утолщенным. Подворачиваем его под низ и сам хвостик формируем. Вот такой вот формы, как нам больше нравится. Перетягиваю его на листик, формую так вот немножечко открытый рот, делаю из горошинки горького перца глазик, ну так, для красоты все это. И сразу же, сразу же смазываю яйцом. Делаю это очень обильно. Я стараюсь, чтобы у меня оно затекало прямо вот в мои вот эти плетеночки внутрь, сколько зайдет. То есть очень так щедро. Я его смазываю и посыпаю кунжутом. Это делать не обязательно. Я кунжут люблю, посыпаю ним в основном. Все, мне нравится. Вот такая красавица получается. Отправляю ее в теплую духовку на расстойку на 15-20 минут на 40 градусов. После чего добавляю температуры до 180 и выпекаю до готовности. Вынимаю, снимаю с пергамента и накрываю салфеткой. Я делаю это для того, чтобы моя корочка стала мягкой. Если вы не хотите, можно этого не делать. И разрез. Забыла сказать, во время обжарки я картофель не солю. Он наоборот смягчает соленый вкус рыбы. Вот такая красота получается как снаружи, так и внутри. Всем рекомендую приготовить такой пирог в эти праздничные дни. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать колокольчик.